Просто всех приняли. Автомобили были изъяты. Да, это автомобили Гусейна Гасанова. Все эти события освещались в СМИ. Феррари и Ламборгини эвакуировали на штрафстоянку. У меня есть инсайдерская информация. Были составлены списки, кто участник, кто соучастник. Медосвидетельствование. Десять человек отказалось. Было четко сказано, нельзя так делать. И мы вас в случае чего всех повяжем. Всем привет, с вами Хавар. И в этом видео будет очень много интересных аппаратов. Для тех, кто смотрит это видео впервые и не знаком с моим творчеством, у меня на канале существует целый плейлист, который посвящен тому, какие автомобили можно встретить на парковках в ЖК в Москве. Я настоятельно рекомендую вам начать именно просмотр плейлиста, если вы вдруг этого еще не делали. Потому что парковки в ЖК в Москве, это как автомузей. Начиная от Бентли 50-х годов, заканчивая просто невероятными суперкарами, некоторые из них бывают даже заброшены. А еще, ребята, подписывайтесь на мой канал. Я вам уже сколько выпусков снял, целый плейлист есть. Вы все его смотрите, пишите, когда же, когда же новые серии, а смотрите без подписки. Не надо так. В этом видео будет много разных локаций. Они будут вперемешку. И вот на одной из просто в ряд вот такая подборка. Lexus BMW уже на фоне вот этого не так интересно, не так эффектно выглядит, я бы сказал. Под чехлом стоит Бентли. На нем вот такая вот бумажка. Не кормите котов под Бентли. Так что, друзья, не кормите котов под Бентли. Бросили С-450 221-й. И, судя по всему, кормили котов под ним. Просто посмотрите, кошки все обделали. Абсолютно. А тут, видимо, у них еще не получалось забраться. Они скользили, царапали вот стекла. Ну, капец. Rolls-Royce Phantom Coupe. Это классический салон, который напоминает яхту, корабль. Ну, и еще многие из вас, конечно, знают. Но кто-то, я уверен, и не знает. Когда машина едет, вот эта часть, то есть логотип, он остается неподвижен. Крутится сам колесный диск, но при этом эмблема Rolls-Royce неподвижна и всегда видна. Вот так вот. ГЛЕ в обвесах топ-кар. И рядом новый Бентли. Владелец явно ярый эмочник. Я не знаю, по какому принципу он эти машины покупал. Типа, не хватило М4, там уже эмоций не доставляет. И он купил М8. Или наоборот. Но смотрится это впечатляюще. Предполагаю, что это не просто насадки, а там действительно полностью выхлопа кропович. В таком случае М8 звучит еще просто невероятно. Куда же без тяжелого люкса. Напротив стоит Бентли Флайнсбюр. Вот такая двухцветная V12. Смотрите, такой ракурс. Я понимаю, что здесь нет Феррари, Ламбо, Rolls-Royce. Но тем не менее, покажите мне хоть одну эконом-машину. Их нет. Но это не так. И я вам покажу. Из этих трех какую бы себе выбрали, если бы была возможность. Вот, ребят, я вам говорил, что любая парковка это как автомузей. И плюс еще говорят, что Москва, у нее здания в разном стиле. Старые, новые. И все это между собой перемешано. Вот я и так тому, что на парковках тоже контрасты просто невероятные. Вот такой вот русский лоурайдер, кто-то называет. Кто-то сейчас, возможно, ощутит чувство ностальгии. Потому что даже номерной знак еще советский. Уверен, что у многих из вас в семье когда-то была такая машина. Или если машины не было, то вы явно на ней катались, потому что они в такси были. Наши люди в булочную на такси не ездят. Ну, не могу сказать, что я прям застал это время. Но тем не менее, я хорошо помню эти машины еще на дорогах у нас в городе. И было это, казалось бы, вот только вчера. А столько воды уже утекло. Уж сейчас не уверен, что олигархи, но машину точно бросили. Это видео явно понравится любителям советской классики. Очень радует состояние машины и то, как ее хранят. То есть у нее не спущены колеса, по ней не бегают кошки. А если бегают, то их гоняют и машину моют или протирают. У нее начерненная резина. В салоне тоже все хорошо. Вон там даже зайчик сидит. И сразу за ним горбатый запорожец стоит. Я сказал горбатый! Вот абсолютно согласен с этими словами. Большое уважение владельцу. Эти машины выглядят достойнее, чем многие премиальные автомобили, которые я встречал на парковках. Ребят, я уверен, что многие из вас смотрят не только ролики про парковки, но и в целом мой канал. И вы знаете то, что я ищу себе тачку под проект. Так вот, я наконец-то нашел и купил себе первую машину. Это произошло буквально вчера. Меня просто переполняют эмоции. И надеюсь, вы понимаете, что при всем желании скорее-скорее снять с ней первый выпуск, на это необходимо время. А чтобы узнать, какую именно тачку я купил, подписывайтесь на мой инстаграм. Там будет вся информация, фотки. Я уверен, что мой выбор вас очень сильно удивит. Ребят, я думаю, многие из вас вот сейчас смотрят и не представляют, как на такие тачки можно заработать. А я вам скажу, просто люди экономят на шмотках. Вот это люкс-копии один в один как оригинал. Но стоят намного дешевле и ничем не отличаются ни по качеству, ни визуально. Это магазин Contrast for All. Многие, я думаю, про него слышали, потому что ребята на рынке уже три года. И никаких проблем с их продукцией не было. И, ребят, я знаю то, что очень многие хейтят и говорят то, что паленые шмотки это фу. Но не торопитесь, потому что бывают ситуации, когда некоторые экземпляры в принципе оригинал не найти. То есть они уже не выпускаются. И адекватные люди готовы покупать те же самые модели, которые они не могут купить в бутике чисто физически, в достойном качестве и не видят в этом ничего постыдного. Многие из этих вещей прямо сейчас в Москве в наличии. Но если вдруг чего-то нет в наличии, пишите, уточняйте. И ребята вам просто привезут под заказ. И теперь самое главное. С момента выхода этого видео две недели будет проходить акция. Если вы от Хавра, то вам при покупке от двух вещей в подарок дадут любую футболку на выбор. Короче, Contrast for All. Ссылка в описании. Переходите, заказывайте. Ну а мы погнали дальше. Геликов будет больше, чем вы думали. Это еще один ЖК. В этом ЖК все намного веселее и интереснее. Все машины новые, как и ЖК, собственно. И гораздо больше премиума такого прям тяжелого. Вот типа Роллс-Ройсов. А на этот раз олигархи забросили аж целый Макларен. Это Макларен 720S. Вот посмотрите, под каким он слоем пыли. Пыль явно олигархи посыпали на него. Ну не забрасывали, а так чисто для отвода глаз посыпали. Или какие у вас там в комментариях версии. Ждет весны, ждет новой жизни. Может действительно. Если машина в таком состоянии стоит, то явно здесь что-то не так. В общем, вот о чем я говорил. Все такие летние спорткары люди либо берегут, либо спускаются на паркинг и периодически заводят, моют и прочее. Я ответственно заявляю, что на сегодняшний день это самый заряженный ЖК, в котором я был. Просто соотношение автомобилей, которые стоят больше 10 миллионов рублей на квадратный метр, здесь зашкаливает. Да, везде встречаются Роллс и Бентли, Феррари и прочие, Макларены, Ламбы. Но здесь они встречаются очень часто. Пожалуйста, Феррари Рома. 620 лошадиных сил и стоимость около 25-30 миллионов рублей. 0-100 разгоняется такой аппарат за 3,4 секунды. Вот такой вот Хуракан. Он очень привлекает внимание за счет своего цвета. Фиолетовый, но в то же время как Хамелеон. Он переливается из бронзового в фиолетовый. Очень красиво. Если это не 6,3, то не солидно и просто никому не надо здесь. А, я говорю, бросили. Подошел, я просто не видел с того ракурса. Вот тут в чем причина оказывается. Ошалеть. Не повезло ГТшке. Ну и куда же без Бентли, который упал на брюхо? Это, конечно, еще не самая страшная ситуация, потому что он упал так. С легонца. Просто такое сочетание аппаратов рядом меня восхищает. А вот эти два аппарата, я думаю, вы уже узнали. Да, это автомобили Гусейна Гасанова. Блогерский, конечно, уголок здесь. Хочу вам рассказать, ребята, одну историю из жизни. Возможно, вы слышали скандальную историю, которая произошла летом 2022 года. Это так называемая облава на мажоров. Вместо дорогущих спорткаров, которыми они хвастались в соцсетях, не столь удобные и не столь эффектные автозаки. Зачастую я в своих видео и показываю вам мажоров, их тачки. Но что касается данного инцидента, у меня есть информация, ну, можно сказать, инсайдерская информация от людей по ту сторону баррикад. Просто понимаете, СМИ очень странно преподносят информацию. Очень часто вырывают из контекста только нужные им слова. И я вам расскажу, в отличие от средств массовой информации, именно как это было все от и до. Как это было изнутри на самом деле. В этом ЖК живут братья Хитровы. Это криптоолигархи, которые летом 2022 года решили сделать сходку. Придумал такое ралли для элиты предприниматель и гуру финансов, как он себя называет, 28-летний Алексей Хитров. Вот он с братом-близнецом Сергеем, то и дело хвастается в соцсетях дорогими иномарками. Надеюсь, к этому времени вы уже написали в комментариях, а, да это же машина Хитрова. Но сходку не простую, как вы понимаете, а сходку тяжелого люкса. Вот прямо как следует. То есть Феррари, Ламборгини, Парши 911, ну, вот такого уровня. А как вы понимаете, дорогие друзья, то давно прошло-то время, когда можно было свободно собираться больше, там, двух-трех человек у нас в городе. И эту сходку нужно было согласовать с администрацией Москвы. Собственно, сходку не согласовали. Вся Москва под контролем, такое количество камер, такого не было, такого тотального контроля не было никогда. Это мероприятие, оно проходило два дня. Первый день просто встреча на одной из автомоек, ну, как сейчас модно говорить, в детейлинге. А второй день уже непосредственно в городе. Вообще, это мероприятие называлось не сходка, а, если говорить правильно, корректно, то это был автопробег. И за два дня до начала этого самого автопробега людей предупредили, то, что мы не даем вам разрешение на массовое скопление людей. Ну, возможно, это даже как митинг расценивалось. Короче, одобрение не дали. И организаторы сказали, окей, мы все поняли, не будем. Но, как вы понимаете, все эти предупреждения были в итоге проигнорированы. И сходка состоялась. Собственно, в это заведение, автомойку, детейлинг, неважно, как хотите называйте, когда там уже вся тусовка происходит, то есть тачки приехали, там был диджей, напитки. Веселились люди, и туда приехали сотрудники. И сказали, ай-яй-яй, стали проверять у всех документы. То есть стали говорить, что, ребята, мы не шутим, вам никто разрешение не давал собираться и так далее. Начали проверять не только документы, но и проводить медосвидетельствование, от которого где-то 10 человек отказалось, дальше уже сами думайте, что это значит, были составлены списки, кто участник, кто соучастник, вся информация на этих людей, документы и так далее. И на следующий день, даже после того, как было четко сказано, нельзя так делать, мы не разрешили, и мы вас в случае чего всех повяжем, они сказали, да-да, окей, окей, и снова проигнорировали. Ну и на следующий день, когда они поехали тусить, кататься с этим своим автопробегом, просто всех приняли. Автомобили были изъяты, все эти события освещались в СМИ, я сейчас вставлю кадры. Вылавливают всех участников несанкционированного флэшмоба, ну а кто-то из задержанных все-таки уверяет, что в этом флэшмобе они не участвовали, и к вечеринке богатых не имеют никакого отношения. Вместо безопасной богатой автопати, участники планируемого заезда отправились не в дорогой отель, а в отдел полиции. Друзья, это видео подходит к концу, с вами был Хавер, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь, и самое главное, пишите в комментариях, как вам вот такой именно разговорный, экспериментальный формат. Я намеренно в этом видео минимум про сами автомобили рассказывал, и просто посвятил это интересной истории жизни. Это уже шестой или седьмой ролик, ну сколько можно, вот смотрите, вот смотрите, тачки, тачки, вы и так их смотрите. Просто я подумал, что вам будет интересно что-то еще из жизни узнать. Надеюсь, вам понравилось, обязательно дайте мне знать. Если не понравилось, тоже напишите, и я пойму, что снимать для вас дальше. Субтитры создавал DimaTorzok